В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Реконструкция продолжается. Почему пересмотрели график ремонтных работ на улице Симашко? Более 200 лет на страже безопасности и правопорядка. 27 марта день войск Национальной гвардии Российской Федерации. Арктика глазами детей в Сарове проходит муниципальный этап фестиваля изобразительного искусства Art Atom City. Далее расскажем обо всем подробно. Предоставлять койко-места в муниципальных общежитиях не только иногородним студентам Саровского физтеха, но и приезжим учащимся медицинского колледжа и политехникума, а также воспитанникам детско-юношеской спортивной школы и школы Олимпийского резерва. С таким предложением вышла администрация к депутатам на очередном заседании думских комитетов. Народные избранники инициативу поддержали единогласно. У нас последние полтора года каждый месяц 40-50 пустых койко-меш. А студенты, к сожалению, и медучилища, и нашего политехникума очень часто обращаются с просьбой о заселении, особенно иногороднее. Мы сами понимаем прекрасно, что категория – это близлежащие районы, как бы не совсем богатые, кто направляет сюда родители. Но тяжело снимать жилье, а тем более у нас есть возможность. Также на заседании комитетов депутаты обсудили отмену грантов города в номинации «Социально значимая и общественная деятельность». Связано это с действием 232-го постановления, ограничивающего полномочия муниципалитетов в финансировании социальной сферы. Теперь вместо денежных средств обладатели грантов будут получать подарки. К другим новостям. 25 марта должны были открыть для движения часть улицы Семашко от дома номер 8 до пересечения с улицы Зернова. Однако этого не произошло. О причинах пересмотра графика выполнения ремонтных работ журналистам на выездном совещании рассказали представители администрации и компании подрядчика. Существующие на данный момент ограничения движения сохранятся до 25 апреля, после чего проезжая часть будет перекрыта полностью до завершения работ. Ранее планировалось открыть движение на участке дороги от улицы Зернов до улицы 8 по улице Семашко. На данный момент мы сегодня должны были открыть этот участок дороги по Семашко в сторону Зернова. Но, тем не менее, принято решение, пока этот участок не открывать. У нас остается тот участок в сторону Курчатова, тот пока будет открыт, поэтому движение будет пока передвигаться там. По словам главного инженера компании подрядчика ООО ТСК Виктора Третьякова, изменение сроков перекрытия поможет оперативно справиться с выносом коммуникации, а также прямо сейчас начать работы, запланированные на лето. Это позволит в настоящий момент вести работы уже дальше по цепке стоянки, что вот мы видим перекладка газификации по устройству парковки около поликлиники, и также уже это поведет за собой установка бордюра и полностью выходить уже на дорожное полотно. Как заверили представители администрации, даже в момент полного перекрытия дороги для жителей микрорайона будут организованы дополнительные проезды к гаражному кооперативу и на дворовую территорию со стороны улицы Курчатова. Вот эти участки, которые мы бы планировали открыть, это дало бы только преимущество тем людям, которые живут в данном микрорайоне. А вот сокращение сроков уже, ну надо уметь, это даст положительный результат для всех жителей города. Также особый порядок строительства планируется в районе детского сада, расположенного на улице Семашка. Все работы на время дневного сна у детей будут минимизированы. В планах компании-подрядчика закончить реконструкцию дороги уже к октябрю 2019 года. 28 марта Саровский районный отдел судебных приставов проведет день единого приема граждан. Интересующие вопросы, которые касаются всех исполнительных производств, можно будет задать руководству и судебным приставам с двух часов дня до восьми вечера по адресу улица Мира, дом 34. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В этот четверг, 28 марта, в городской прокуратуре пройдет прием предпринимателей. Записаться на встречу с представителями надзорного ведомства можно по телефону 992-63 и 992-64. Вопросы для обсуждения можно предварительно отправить по электронной почте mailsobaka.sarovbiz.ru. Городская прокуратура находится по адресу проспект Мира, дом 34. Медики предупреждают, в России начинается сезон активности клещей, поэтому при посещении лесов необходимо соблюдать меры защиты. Особенно бдительными стоит быть владельцем домашних животных. Клещи могут быть переносчиками такого опасного заболевания, как пероплазмоз, которое при отсутствии лечения может привести к смерти питомца. На телеканале «Союз» состоялась всероссийская премьера мультипликационного фильма «Первоначальник». Анимационная лента была создана учащимися Саровской православной гимназией. На средства фонда президентских грантов. Мультфильм рассказывает об основателе Саровского монастыря Схии Ромонахи Иоанне. Более двух веков военнослужащие войск Национальной гвардии обеспечивают безопасность граждан внутри страны, защищают их права и свободу. Они охраняют общественный порядок, стратегические объекты и грузы, участвуют в территориальной обороне государства. 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. В этом году он проходит в третий раз. В торжествах участвуют военнослужащие и гражданские сотрудники войск Национальной гвардии России. Ольга Жимон свою жизнь с армией связала еще 20 лет назад, выйдя замуж за военного. Много лет она была просто женой офицера, готова в любой момент вместе с ним уехать служить в любую точку страны. Шесть лет назад решила круто изменить свою жизнь и поменять работу в детском саду на службу в Росгвардии. Так получается у нас у всех, у военных, что если в семье есть хотя бы один военный, то это уже не профессия, не работа, это образ жизни и образ жизни семьи. В канун дня войск Национальной гвардии Российской Федерации в торжественной обстановке Ольге присвоили звание лейтенанта и вручили погоны. Этого повышения она ждала последние несколько лет. Хочется родителям своим скорее сообщить. Жаль, конечно, папа не дожил до этого момента, но он был бы очень горд и рад, потому что он сам всегда мечтал быть офицером. Так получилось, что дочь стала офицером. В отличие от Ольги Жимонт, Виктор Сазонов свои офицерские погоны получил очень давно. Присягу он принимал в 1958 году и пройдя путь от курсанта Саратовского военного училища до подполковника, сегодня оказывает помощь тем, кто ушел на заслуженную пенсию, возглавляя ветеранскую организацию в ИСКовой части 32-74. По мнению подполковника, в отставке сегодня на бойцов Росгвардии возложено значительно больше функций и ответственности, чем в свое время на внутренние войска. Если мы выполняли задачи в основном по охране особо важного государственного объекта, в сопровождении грузов, охрана, то сейчас на войска возлагаются очень большие обязанности, в том числе по непосредственной подготовке к действиям в военное время. По словам Виктора Сазонова, по работе он часто общается с молодежью призывного возраста. Главный совет, который он обычно дает новобранцам, не изменен несколько лет. Самое главное – выполнять все требования старших начальников, приказы, приказания, потому что физическая подготовка, огневая подготовка, все дисциплины в армии, они, как говорится, играют роль не только в физическом закалке и выполнении тех задач, которые возложены на наши войска. На концерте в честь Дня войск Национальной гвардии было вручено множество наград, знаков отличия и почетных грамот. А песни исполнители посвятили нелегкой, но очень почетной работе, которую выполняют войска Росгвардии. В Центре культуры и досуга в НИЭФ прошел торжественный вечер, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На церемонии почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений, и вручили ветеранам боевых действий почетные грамоты и медали. На праздничной церемонии по случаю юбилея побывала наша съемочная группа. В нашем городе живут порядка 85 свидетелей событий в Афганистане. Многие из них награждены боевыми орденами и медалями. Союз ветеранов Афганистана оказывает поддержку участникам боевых действий и семьям погибших. Главное направление работы – военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поздравляю вас с нашим праздником, с 30-летним окончанием боевых действий и вывода наших войск из Республики Афганистан. Желаю всем здоровья, счастья, семейного благополучия. По случаю 30-летия годовщины вывода советских войск из Афганистана Валерий Бирюков вручил участникам боевых действий благодарственные письма от областной региональной ветеранской организации. За активную военно-патриотическую работу Саровский союз ветеранов Афганистана наградили грамоты ядерного центра. Сегодня мы не анализируем причины, мы не анализируем начало, мы анализируем результаты. Результаты того, что сделано советской армией в Афганистане. Афганская война затянулась на 10 лет. Эти события с каждым годом все дальше и дальше уходят в историю. Но несмотря на это, они в очередной раз рассказали всему миру о мужестве, стойкости и отваге советского солдата. Для тех, кто воевал, для тех, кто с честью выполнил свой долг, это от нас, может быть, только от нас и от наших сограждан, россиян, только огромная благодарность. Ветеранов боевых действий наградили юбилейными медалями, посвященными 30-летию вывода войск из Афганистана. По окончании торжественной части всех гостей вечера ждал праздничный фуршет. Время выбирать профессию. В Саровском медицинском колледже в рамках Дня открытых дверей прошли профориентационные занятия с учениками 8-11 классов. Школьники получили всю интересующую информацию о поступлении в медицинский колледж в 2019 году. Также им рассказали об особенностях обучения и профессионального роста, познакомили с кабинетами доклинической практики. Подробности в следующем репортаже. Каждый год Саровский медколледж выпускает дипломированных медсестер и фельдшеров. Получить среднеспециальное медицинское образование можно как после 9-го, так и после 11-го класса. После 9-го и после 11-го срок обучения один и тот же, поскольку специальное сестринское дело подразумевает обучение по федеральному образовательному стандарту 3 года 10 месяцев после 9-го класса. А лечебное дело после 11-го класса, это повышенный уровень образования, тоже 3 года 10 месяцев. В будущем учебном году в стенах медколледжа на бюджетных местах сестринское дело будут постигать 25 студентов, 15 осваивать профессию фельдшера. Юноши и девушки изучают общеобразовательные и специальные предметы, среди которых техника оказания медицинских услуг. Там очень много манипуляций и оживленный предмет. Мы там все время что-то делаем. То есть нас учат, как правильно обходить с пациентами, как правильно делать какие-то манипуляции. Это очень интересно. Практика у студентов начинается уже на втором курсе. Будущие медики надевают на себя белые халаты и постигают одну из самых сложных наук о человеке. Учатся общаться с пациентами и знакомятся с тем, как устроено больничное отделение. Первая практика – это в конце второго года обучения, после освоения предмета технологии оказания медицинских услуг, они выходят на практику получения первичных профессиональных навыков. И две недели они непосредственно с пациентами контактируют. На третьем курсе уже специализированная практика. Это и в педиатрии, и в хирургии, и в терапии. И дальше на четвертом курсе тоже такие уже большие практики. Студентка второго курса Аня Бляблина с нетерпением ждет того момента, когда она переступит порог стационара и сможет изнутри почувствовать специфику работы медика. После окончания колледжа Аня планирует поступать в ВУЗ и освоить редкую и необходимую в нашем городе профессию эндокринолога. Мне кажется, это призвание, потому что не каждый может это делать. Кому-то просто суждено это делать, рука поставлена. Каждый врач должен уметь общаться с людьми, потому что слово можно ранить и слово можно вылечить. После сдачи итоговых госэкзаменов в колледже выпускникам нужно получить аккредитационное удостоверение специалиста. Этот документ необходим для трудоустройства. С полным перечнем документов и условиями поступления можно ознакомиться на официальном сайте медколледжа. Во Дворце детского творчества проходит точный тур муниципального этапа фестиваля изобразительного искусства «Арт Атом Сити». В течение трех дней воспитанники детских садов и ученики школ будут рисовать картины, посвященные 60-летию Атомного ледокольного флота России. Конкурс проводится в рамках проекта «Школа Росатома». В полной тишине воспитанники детских садов усердно раскрашивают свои рисунки красками и карандашами. Одни ребята селят на льдиных тюлени, другие изображают полярных медведей. У кого-то над белым безволовьем северных широт появляется северное сияние. За проведением фестиваля следит судейская коллегия. Они рисуют каждой своей техникой, у них разные представления о Сирии, о Бартике, Антарктике. Это здорово, поэтому пусть они именно свои мечты и свои представления нам расскажут в форме рисунка. Очный этап фестиваля «Арт Атом Сити» проводится по строгим правилам. Все прошедшие заочный отбор допускаются до очного этапа, на котором они работают в присутствии педагога. Никакой помощи в рисовании он им не оказывает. Условия конкурса позволяют работать над своим проектом несколько дней. У нас прекрасно есть возможность сравнить, даже если автор будет повторять работу, либо нарисует новое, можем посмотреть новую тенденцию ребенка, но в любом случае оценить возможности помощи педагогов, родителей. Все работы заочного тура и фестиваля представлены в фойе Дворца детского творчества на выставке «Ледовая фантазия». Порядка ста детских рисунков показывают красоту северного и южного полюсов, а также возможности человека в освоении Арктики и Антарктиды. Работа представлена в двух номинациях – «Станковая живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Это совершенное волшебство, потому что настоящая непосредственность и искренность в рисунке. Посмотрите, какие сегодня медведи, а какие нынче корабли, ледоколы и льдины. Просто замечательно. Члены жюри внимательно следили за приведением очного этапа и оценивали рисунки заочного тура. По их мнению, выбрать лучшую очень трудно. Все работы, представленные на конкурс, показывают увлеченность ребят в тему фестиваля. Так приятно, что дети с удовольствием все рисуют, они так ответственно это делают. И интересно смотреть на их лица, потому что они вот все в этих рисунках, в этой теме. После завершения очного тура жюри подведет итоги муниципального этапа фестиваля «Арт Атом Сити». В каждой номинации будет определен победитель и два призера. Торжественная церемония награждения состоится 29 марта во Дворце детского творчества. Начало в 10 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова